Почему мы ленимся? Ну вот вроде есть у нас какая-то цель, которую мы хотим достичь, есть задачи, которые нужно сделать. Но что-то не так. Вот почему приходится воевать с самим собой, тратить кучу энергии, чтобы сделать даже какие-то элементарные вещи? Вот как убрать это напряжение? В этом давайте сегодня и поговорим. Неделю назад я познакомился с одним парнем, который занимается обучением отделов продаж, и он мне поведал свою историю многолетней борьбы с ленью. Ну вот так уж задалось, что он и так достаточно работящий, целеустремленный человек, но вот долгое время был с такой, если можно сказать, изюминкой. Ну и в течение дня он любил отвлечься, полазить в видео на ютубе, шуточки всякие посмотреть. Ну и часто подолгу он просто не мог заставить себя сосредоточиться на каких-то важных задачах. Ну знаете, на самом деле все как у людей. Думаю, что многим из нас такое состояние оно знакомо. Ну и он, собственно, пробовал читать книги по тайм-менеджменту, по мотивации, но я думаю, многие знают, что ничего не помогает. И вот два года назад настолько далеко это все зашло, что однажды он подвел своего клиента, ну и потерял много денег, времени, ну и самое главное, репутацию специалиста. Ну вот сколько это все можно терпеть? Подумал он и, собственно, отправился, как вы думаете, к кому? К психотерапевту. Ну а тот ему, собственно, говорит, ну слушай, начни вести дневник, туда пиши все, что ты делаешь каждые 15 минут своего времени, пиши свои мысли, которые отвлекают тебя больше всего. То, в общем, все записывай и через неделю приходи посмотрим. И что же, собственно, у него получилось по итогам недели? Во-первых, оказалось, что парень работает по 10 часов в сутки. Плюс он питается фастфудом, спит всего по 6 часов, ну а на выходных у него нет ни отпусков, ни времени, ни на семью времени у него нет. Ну и стоит ли, собственно, говорить, что от такого режима работы его организм был просто, мягко говоря, на грани и просто отказывался работать? Ну а посмотреть видео на ютюбе или там почитать какие-то шуточки в инстаграме, ну это было для того, чтобы просто хотя бы как-то отвлечься, да, хоть как-то передохнуть между бесконечным валом задач. И парадокс тут в том, что всего этого парень не замечал. Он обращал внимание на те моменты, когда он отвлекался из-за повальной усталости и не мог или не хотел работать. А на деле-то оказалось, что это своего рода определенная форма протеста. И этими приступами вынужденного безделья организм как бы говорил ему, слушай, так с меня хватит. И многие почему-то думают, что лень это, знаете, такая причина того, что они ничего не делают. Ну, прямо так часто и говорят, да, ну вот я просто там ленивый человек и ничего с этим не поделать. Ну, родился я таким. Но на самом деле это не совсем так. Чаще всего лень это просто сигнал. Сигнал о том, что мы что-то делаем не так. И первое, о чем нам может говорить лень, это о нашем здоровье. Если вы истощены, если вы ложитесь спать уставшим, да, вы просыпаетесь тоже уставшим, и весь день ходите вялые, то, ну, собственно, о каких делах может идти речь-то? Ваш организм работает на пределе, и все, на что его хватает, это обеспечивает себе выживание. И вот будет ли у вас в таком случае энергии на обучение, на какое-то развитие, на дополнительную работу? Ну, конечно же, нет. Если вы вдруг забудете залить бензин в автомобиле, он разве поедет? Ну, конечно, нет. Все потому, что, да, у него просто нет ресурса для нормальной работы. Бензина нет. И у людей, на самом деле, точно так же. Если нет энергии, то, как бы, все, приехали. И если с автомобилем все очевидно, да, то со здоровьем как раз-таки нет. И мы вот часто путаем лень с отсутствием энергии. Ну, вот как мы с вами реагируем, да? Мы начинаем себя винить, мы начинаем читать всякие книги по мотивации, мы создаем в себе еще больше стресса и еще больше усугубляем ситуацию. Хотя все, что нам нужно, это просто уделить время себе. Улучшить сон, заняться спортом, начать лучше питаться, ну, как-то наладить свой режим дня, чтобы побольше отдыхать. И если вы часто ловите себя на том, что вы ленитесь, подумайте, а все ли в порядке с вашим здоровьем? Хватает ли вам энергии на все, что вы запланировали? Если ваш ответ нет, то, возможно, пора что-то менять. Я на эту тему уже записывал видео, как увеличить свою энергию уже сегодня. Ссылка есть где-то под этим видео. Рекомендую посмотреть. В конце концов, зайдите на мой канал, не забудьте подписаться, ну и найти это видео посмотреть. Второе, о чем может сигнализировать лень, это страх и неуверенность в себе. Ну, давайте представим такую ситуацию. Вы вдруг поняли, что ваша работа, она бесперспективна. И вы решаете ее поменять. Но где-то глубоко внутри сидит такой, знаете, маленький червячок. Или по-другому говоря, червь сомнения. И он истерит. Аааа! Как? Что? Вдруг? А если не получится? И он, соответственно, создает вот эту истерию. Вы думаете, вот я сейчас уволюсь, да, я не смогу ничего найти. Кому я вообще нужен или нужна в таком-то возрасте? Ну и все такое, у каждого этот червь сомнения, он орет что-то свое. Ну и неужели мы надеемся, что с такими мыслями, да, у нас будут силы чему-то учиться? Да нет, наш организм, он думает, слушай, там опасно. Зачем мы туда вообще идем? И он пытается вас остановить всеми силами. А лень это, собственно, один из таких тормозов. Поэтому, ну, прислушайтесь к себе. Может быть, вы боитесь чего-то. Может быть, вы не верите в то, что ваша цель, она достижима. Если это действительно так, то где-то вы нарушаете законы духовной экономики. Потому что в первоисточнике сказано, не бойся, ибо я с тобою, говорит Всевышний. Он говорит, я с тобою. Не страшись, ибо я, Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе, рука моя принесет тебе избавление. То есть сам Создатель, он говорит нам о том, что бояться нету никакого смысла. А он говорит о том, что я укреплю тебя, я помогу тебе. И именно поэтому вы на самом деле способны на все. Потому что Творец, он с нами. И вы действительно способны воплотить любую идею, которая пришла к вам в голову. Ну, если бы вы не могли, то эта мысль, она даже бы не появилась в вашей голове. Ну, а так как вы взялись за что-то, да, и страх сковывает вас, то подумайте, а действительно ли вы верите в то, что Создатель, он всесилен и он может помочь вам? Ну, если да, то тогда чего вы боитесь? Если нет, ну, как бы тогда все закономерно. Страх это следствие отсутствия веры. И, ну, на эту тему я записывал уже как минимум два видео. Одно про страх перемен, а другое про преодоление наших беспокойств. И если вы еще не видели это видео, то тоже рекомендую их посмотреть. И третье, о чем нам, собственно, сигнализирует лень, это так называемый ложный путь. Ну, то есть, зачем я это делаю? Надо ли оно мне на самом деле? Как же хочется, да, там, с этим поскорее закончить и заняться чем-то другим? Ну, вот такие мысли вам знакомы или нет? Ну, они на самом деле, как бы, говорят нам о том, что, ну, я занимаюсь чем-то не тем. Вот то, что мы запланировали, нам, как бы, особо не нужно. Ну, а если оно нам не нужно, то зачем вообще тратить на это энергию? И вот, когда вы понимаете ценность действия, вам, собственно, некогда будет лениться. А если ценности никакой нет, то, собственно, а зачем вам это? Знаете, в первоисточниках написано, что сын человеческий идет навстречу судьбе своей, как и было предопределено Господом. Ну, вот представьте себе, да, что Творец, он создал нас, он наделил нашу жизнь миссией, и он нас снабдил определенными талантами, склонностями, которые помогут вам исполнить свое предназначение. То есть, то, что я люблю говорить, наши дары, навыки и таланты. Это все такая, знаете, уникальная комбинация. И мы как абсолютно неповторимый ключ, который отпирает дверь с таким же неповторимым замком. Но что, например, будет, если мы попробуем отпереть, ну, как бы, не ту дверь? Ну, ничего не будет, да, просто ключ не подойдет. И мы можем стоять возле этой двери бесконечно, биться об нее головой, умолять, пустить туда, не знаю, смотреть. И, может быть, как другие, да, с легкостью открывают свои двери, завидовать им. Но в нашей жизни ничего не изменится. Мы можем питаться, вставлять этот ключ в этот замок сколько угодно долго, под разными углами. Но даже если мы очень настойчивы, то это ничего не поменяет. Наш ключ, он уникален. И если замок не тот, то он не откроется, и точка. А что будет, если мы пойдем по пути, который нам не предназначен? Ну, очевидно, нам по жизни будет тяжело. Что, смотрите, вот нас наделили определенными дарами, навыками и талантами к одной работе, а мы беремся совсем за другую. Вот будем ли мы тогда успешны? Ну, конечно, нет. Вот представьте себе ситуацию. Вы уже тысячный раз вставляете ключ в дверь, а она не открывается. И ваше осознание, оно подсказывает вам, что это все бесполезно. Слушай, зачем это делать еще раз? А ты такой, нет, это лень. А ведь я же не ленивый человек, я сильный и целеустремленный. Ну и, собственно, начинаешь через себя где-то пихать этот ключ в эту замочную скважину. А организм думает, слушай, остановись, просто задумайся, это все бесполезно. Ну, может быть, твоя дверь вообще другая. А ты такой, нет, моя ленивая природа, она пытается меня соблазнить. Она пытается меня остановить. Нет, я не поддамся. Ну, как бы, и снова продолжаешь пихать этот ключ в ложный замок в двери, которая тебе порой, может быть, и не нужна. Думая, что вот-вот она поддаст и откроется. Но, послушай, замку все равно. Если ключ не тот, он не откроется. Ну, и вот точно так же бывает с нашим предназначением. Если мы двигаемся не в ту сторону, то логично, что у нас не будет получаться, и мы будем понимать, что дальнейшее движение, оно бесполезно. У вас будет расти сопротивление. Ну, и рано или поздно всем нам станут близки слова апостола Павла, который сказал, что «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». И, знаете, лень – это просто один из сигналов того, что вы не понимаете, что делаете. То есть вы не двигаетесь навстречу своей судьбе, как завещал Всевышний, ну, или ненавидите то, что вы делаете. И, на самом деле, на тему предназначения у меня тоже есть видео, «Как найти смысл жизни». Если вы его еще не нашли, не нашли свой путь, не видели это видео, обязательно посмотрите. Ну, и подводя итоги, хотелось бы, наверное, глубже раскрыть природу лени. Знаете, вот Творец, он создал нас по своему образу и подобию. И никто не рождается ленивым. А ленивых от природы людей, в принципе, не существует. Но есть люди, которые игнорируют знаки судьбы и идут в ложном направлении. Есть люди, которые не доверяют своему создателю и при этом испытывают страх. И есть те, кто не верен в малом. Ну, и они растрачивают свой жизненный ресурс, который нам подарил Бог. То есть, это свое здоровье. Ну, и приходит, естественно, к ним ленность, как знать, к того, что они нарушают духовный закон. Ну, и в первоисточниках сказано, что рука ленивого, она делает бедным. А вот рука прилежных, она обогащает. Но рука ленивого, это не ленивого от природы. Это рука человека, который отвернулся от Всевышнего, который игнорирует духовные законы, который идет ложной дорогой. И некоторые, на самом деле, делают это всю жизнь. И, естественно, лень преследует их тоже всю жизнь. И бедность тоже преследует их также всю жизнь. И вот вместо того, чтобы обратить внимание на эти сигналы, люди думают, да, я просто ленивый. Ну, вот такая у меня натура. Ну, или такая у меня судьба. Ну, да, я бедный, но это потому, что честным путем не заработаешь. И прочие отмазки людей, которые так за всю жизнь и не почувствовали, каково это идти навстречу своей судьбе, как и было предопределено творцом. Ну, если вы считаете себя ленивым человеком, то задумайтесь, а так ли это на самом деле? Вопрос. Возможно, вы просто противитесь воле Всевышнего, и ленность это ваш знак. Подумайте об этом, ну и напишите свои мысли в комментариях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.